На учете в территориальном центре социального обслуживания Ленинского района находится более двух тысяч пожилых и одинокопроживающих граждан, а также инвалидов первой и второй группы. В период пандемии коронавируса данной категории людей необходима помощь и дополнительная поддержка, а потому каждая заявка, которая поступает на горячую телефонную линию, выполняется в кратчайшие сроки. В период распространения коронавирусной инфекции и острых респираторных заболеваний у нас еще в центре работает горячая линия. Ежедневно граждане, одинокие, пожилые, с инвалидностью первой и второй группы могут позвонить на горячую линию с 9 до 6 и оставить заявку на доставку продуктов или лекарственных средств. В настоящее время, так же, как и обычно, социальные работники продолжают свою работу. Заболевших социальных работников нету, так же, как и граждане, у нас продолжают чувствовать себя хорошо, и мы продолжаем оказывать им свою социальную помощь, каждому по необходимости. Главная проблема старшего поколения – слабый иммунитет, поэтому вирус может иметь для них тяжелые последствия. Брещанка Екатерина Савельевна в свои 83 на здоровье не жалуется, но услугами территориального центра пользуются уже на протяжении 6 лет. Олеся Саган – социальный работник, правая рука Екатерины Савельевны. Она помогает выполнять то, с чем женщина не справляется – уборка, покупка необходимых продуктов и лекарств и многое другое. При этом во время распространения коронавирусной инфекции социальные работники к выполнению своих обязанностей подошли с большей долей ответственности. В связи с этой ситуацией мы даже теперь осторожно ведем себя в магазинах, стараемся близко не подходить друг к другу. Мы работаем в перчатках, в маске, заходим в магазин, в аптеку, в автобус. Осторожно ведем себя. Также заходим к ним, чтобы были руки обработанные, для средствам обязательно. Естественно, им рассказываем, как себя вести. Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в мире, Екатерина Савельевна не теряет бодрость духа. Единственное, что печалит – ограничение встреч с родными. Но каждый день она созванивается с детьми и внуками по телефону, а живое общение заменяют в приятных беседах с Олесей. С детьми, конечно, в последнее время общения особо нет с внуками, потому что правнуку всего годик. То я уже внучке говорю, ты реже приезжай, не нужно вам. И личную неприятность, как говорится, малышу, да и мне привезти. То пока внуки меня сильно не тревожат, потому что, естественно, дети есть дети. Дети то, может, и легко принесут эту беду сегодняшнюю, а мне уже, как человеку пожилому, тем более не так давно, в 2017 году я болела пневмонией, то же самое после гриппа, поэтому, конечно, я опасаюсь немножко. Кроме оказываемой необходимой помощи пожилым и одинокопроживающим людям, а также инвалидам первой и второй группы, стоит отметить, что и работа территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района изменилась. В связи с распространением коронавирусной инфекции работа в некоторых отделениях приостановлена. Институт третьего возраста разрабатывает программы и уже внедряет на удаленное обучение. Отделение дневного пребывания пожилых граждан принимает меньшее количество граждан. То же самое происходит и в отделении дневного пребывания инвалидов. Те граждане, которые не хотят сейчас рисковать, они работают дома, и к ним тоже приходят социальные работники или волонтеры. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.